Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Строили, строили и, наконец, построили. Почти сотни в прошлом обманутых дольщиков вскоре справят новоселье. Осень встретят под новой крышей. В пострадавшем от пожара доме на улице Масленникова начался ремонт. Масштабный ремонт фасадов развернулся в Самаре, в том числе и на средства частных инвесторов. Что ими движет, смотрите в нашем сюжете. По просьбе дачников дорогу от Красноглинского шоссе к садовым участкам отсыпали гравии. Сочные и полезные в день арбуза учимся выбирать правильный плод. Квартирный вопрос почти сотни дольщиков решился. В Самаре сдали в эксплуатацию еще один проблемный дом. Ключи новоселам вручил глава города Олег Фурсов. Счастливый момент с дольщиками разделила Марина Матвейшина. 94 дольщика смогут справить новоселье уже в этом году. Долгострой на Антонова Овсеенко введен в эксплуатацию. Этот дом числится в проблемных уже не один год. Строительство восьмисекционного 14-этажного дома началось 15 лет назад. Однако в скором времени застройщик обанкротился. Теперь, когда заветные ключи получены, Андрей Парасвирин не верит собственному счастью и торопится сделать в квартире перепланировку и ремонт. А 15 лет назад, когда он принес в строительную компанию кругленькую сумму денег, он и представить не мог, что квартира будет стоить ему еще и кучу сил и нервов. Здесь очень много было афер всяких, много судебных дел было по поводу фальсификации документов. Они сами проводили очень дорогие экспертизы. Потом здесь никаких документов на строительство как таковых не было, ни проекта, ничего. За весь период строительства дом пытались достроить несколько компаний. Только два года назад нынешний застройщик приступил к работам, которые завершились в июне этого года. Департамент градостроительства Самары помог в выдаче разрешительной документации, согласовании технических условий и подключении дома к инженерным сетям. Стоит отметить, чтобы достроить дом, не потребовалось ни дополнительных денег дольщиков, ни бюджетных денег. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще пять проблемных объектов. Мы усиливали требования к застройщикам в целом по городу. И, конечно, ситуация, которая складывалась там буквально 15-16 лет назад, она в городе больше уже не повторится. Помимо своевременной сдачи домов в эксплуатацию, помимо качественного строительства жилья, о чем постоянно говорит губернатор Николай Иванович Меркушкин, мы настаиваем на том, что прилегающая территория вместе с создаваемым объектом, выглядела соответственно, отвечала современному представлению о качестве жизни. В прошлом году силами администрации города и областного правительства ввели в эксплуатацию 11 проблемных объектов. На сегодняшний день их остается 23, хотя еще 4 года назад их было больше сотни. Таким образом, за это время удалось снизить количество проблемных объектов в 4,5 раза, а обманутых дольщиков в 5 раз. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Ремонт крыши 19 дома по проспекту Масленникова начался. Напомню, 4 июля в здании вспыхнул сильный пожар. Кровля выгорела полностью. Специальная комиссия признала случившиеся чрезвычайной ситуации. Из специального резервного фонда на срочный ремонт выделили более 7 миллионов рублей. Сколько продлятся работы, узнала Лариса Шалафаст. Сейчас на крыше идут в основном подготовительные работы. Строители демонтируют старые обожженные жестяные листы. В результате пожара выгорело больше 1200 квадратных метров. Теперь здесь нужно восстанавливать стропильную систему, обрешетку и покрытие. К основным работам смогут приступить только когда уберут весь мусор. Будем демонтировать с крыши горящий материал, стропилы, подготавливать площадку для начала производства работ, для изготовления стропильной системы и кровли. Будет произведена полностью замена кровельного покрытия с устройством стропильной системы, с устройством нового покрытия. Будет осуществлен ремонт верхнего розлива отопления и ремонт подъездов верхних этажей, которые пострадали в результате пожара. После пожара большинство жителей остались в своих квартирах. Огонь уничтожил не только крышу, повреждена и отопительная система. Из-за нарушенной вентиляции в доме частично отключен газ. Когда начинается дождь, в целях безопасности отключают и электричество. Ситуация в 19-м доме по проспекту Масленниково на особом контроле у главы города Олега Фурсова. Он приезжал навстречу с жителями, на которой и было принято решение отремонтировать крышу за счет средств резервного фонда. И очень хорошо побеседовали, поговорили, все пообещали. Будем надеяться, короче говоря. Контролировать качество ремонта в пятиэтажке будут не только жители, но и представители районной администрации. Администрация района будет осуществляться контролем с первого дня выполнения и до окончания работ, вплоть до приемки. По словам подрядчика, на ремонт уйдет чуть больше месяца. Встречать осень жители будут уже под новой крышей. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. Масштабный ремонт фасадов домов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году развернулся в Самаре. Ремонт и реставрация объектов культурного наследия в исторической части города идет за счет средств бюджетов всех уровней по государственной и муниципальной программам. В стороне не остаются и частные инвесторы. Реставрировать фасады зданий они начали еще в прошлом году. По инициативе главы Самара Олега Фурсова такая работа в городе проводится впервые. Почему частные компании не жалеют денег и активно включились в проект, знает Марина Кравцова. Двухэтажный неброский серый, но аккуратный. Совсем недавно этот столетний дом на улице Полевой имел не столь привлекательный вид. Дом жилой и крепкий, но фасад от времени сильно помрачнел. Отремонтировали его инвесторы. Сначала строители обработали древесину, затем покрасили в несколько слоев. Без лишнего творчества сохранили исторический облик. Мы его сделали согласно проекту, чтобы и цвет соответствовал окружающей среде, которая здесь есть. Считаем, что наш город должен быть красивый, чтобы людям здесь жилось хорошо, удобно, вольготно. Рядом буквально кукольный одноэтажный домик. Белая кружева резьбы на синем фоне. Его тоже восстановили частные инвесторы. В историческом центре города дома активно приводят в порядок бизнесмены. Объекты выбирают по предложению районных администраций и городских властей. Мотивация у компаний проста. Хотят сделать родной город еще более привлекательным. Такая работа есть, у нас задача поставлена, продолжается. Но мы бы хотели, что более колобально строители принимали участие в этом, потому что это приводит порядок на целом наш город, прибавляет привлекательности. Перед началом ремонта все работы согласовывают с жителями домов. Инвесторы ремонтируют не только дома в исторической части Самары, но и на въездах. Не только фасады домов создают внешний облик города. Немаловажную роль играют детали. Но и тут инвесторы не остались в стороне. Одна из компаний предложила за собственный счет отремонтировать вот такие неприглядные заборы. Пока только разрабатывают проект. Но в скором времени улицы Самары должны приобрести совершенно иной вид. В прошлом году инвесторы привели в порядок фасады семи домов. В этом цифра больше. Около 56 компаний изъявили желание поучаствовать в восстановлении внешнего облика зданий. Люди, как правило, с большим удовольствием идут на это, говоря о том, что город дал им все. И они готовы вложить этот день. Всего же к 2018 году в Самаре планируют отремонтировать почти 300 объектов культурного наследия. За счет бюджетов разных уровней. Это не считает тех домов, которые преобразятся за счет частных капиталов. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События. На дачу по новой дороге. Один из проездов садово-дачного товарищества в Красноглинском районе отсыпают асфальтовой крошкой. С просьбой помочь в городскую администрацию обратились дачники. Вопрос на личный контроль взял глава города Олег Фурсов. Из резервного фонда были выделены средства. Сделать предстоит участок длиной почти в полтора километра. Первые тонны гранулята уже завезены. Павел Баймаков подробнее. Яма, вторая, третья. И так до самой дачи рассказывают садоводы. А в дождь так и вообще рискуешь не проехать. О хорошей дороге дачники мечтают уже несколько лет. Дорога – это очень важно, потому что мы приезжаем, уезжаем. И скорая помощь сюда приходит. Есть люди, которые старые, им бывает плохо. Поэтому важность этой дороги для нас очень большая. Еще раз благодарим администрацию. Эта дорога пользуется большим спросом не только у владельцев как минимум 600 дачных участков, но и у других автолюбителей. Она соединяет Красноглинское и Московское шоссе. От этого значимость ее только увеличивается. Администрация Красноглинского района уделяет должное внимание благоустройству данной дороги. Департаментом городского хозяйства выделяется гранулят, асфальтобетонный гранулят, получающийся после фрезерования городских дорог. Часть гранулята выделяется администрацией именно на этот участок дороги, поскольку очень большой поток машин здесь. Несколько машин уже привезли первые тонны асфальтовой крошки. Всего планируется использовать порядка 300 тонн. Сделать планируют отрезок длиною почти в полтора километра. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. Ресурсоснабжающие организации, похоже, нашли эффективное оружие против злостных должников. Тем, кто несколько месяцев игнорирует плату за коммунальные услуги, перекрывают канализацию. И, как показала практика, когда нет удобств, деньги на оплату коммунальных услуг находятся быстро. Долг жителей только за водоснабжение и водоотведение. Перед компанией СКС почти 500 миллионов рублей. Вместе с долгами организаций это уже более миллиарда рублей. Наш корреспондент узнал, что значит метод кнута и пряника в сфере ЖКХ. Процесс напоминает эндоскопическую операцию. В канализационную трубу опускают аппарат, оборудованный видеокамерой. Она обеспечивает панорамный обзор происходящего. С помощью математических подсчетов специалисты определяют нужный этаж. Буквально несколько минут и канализация в квартире должника за коммунальные услуги наглухо закрыта. Находится нужная квартира, ставится заглушка. Все остальные жители не страдают. Самостоятельно снять не получится, потому что там есть специальный зажим, который не дает сместить заглушку. С этого момента сточным вводом из квартиры выхода нет до тех пор, пока неплательщик не погасит долги перед ресурсоснабжающей компанией. Это уже крайние меры, которые прибегают самарской коммунальной системой. Как правило, канализацию перекрывают, если долг завода и водоотведения накопился больше 15 тысяч рублей. Но по закону делать это можно, если собственник жилья не оплачивал счета больше двух месяцев. О возможных неудобствах должников предупреждают дважды. За месяц и за три дня до того, как поставят заглушку. Мера хоть и суровая, но действенная. Это мероприятие является одним из самых эффективных, потому что практически половина должников производит оплату. Не половина, а одну треть производит оплату. Либо в процессе проведения мероприятия, либо после, уже непосредственно при остановке в течение нескольких дней. Как только долг погашен, цивилизация возвращается в квартиру. Культуру оплаты коммунальных услуг прививают не только кнутом, но и пряником. Для самарцев, которые исправно платят за воду, СКС регулярно проводит поощрительные акции. Сейчас стартует акция ко дню рождения самарского водопровода. Абоненты СКС, которые в августе внесут предоплату за воду на полгода, получат серебряный сувенир в подарок. Один из примерных собственников – путевку на двоих в Сочи. Итоги акции подведут в сентябре. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Оформить недвижимость будет проще и удобнее. С 1 января 2017 года в силу вступает федеральный закон, который предусматривает создание единого государственного реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной системы. Что это дает собственникам, а сложным простым языком, расскажет Андрей Горгуленко. В настоящее время кадастровый учет и регистрация прав – это две разные процедуры. И пока они обе необходимы, если вы собираетесь совершать операции с недвижимостью. Создание же единого реестра даст возможность одновременно подавать документы. А значит, бумажная волокита останется в прошлом. И собственники смогут сэкономить самое главное – время и нервы. Сегодня закон предусматривает для каждой из отдельных процедур по 10 рабочих дней, как максимальный срок. Новый закон говорит о том, что и новая практика говорит о том, что оба действия могут производить за 10 дней по совокупности. Новая процедура запустится уже с января 2017 года. Документы на регистрацию прав и кадастровый учет можно будет подавать в любом офисе, вне зависимости от того, где находится ваш объект. Услугу можно будет получить и в электронном виде. Все записи единого реестра недвижимости будут храниться в надежной электронной базе данных с высокой степенью безопасности. Это позволит сократить до минимума угрозу мошенничества. Самарские собственники уже привыкают к новым возможностям. В этом году больше половины обращений, полученных филиалом, поступило через интернет. В первое время будет в любом случае, наверное, что-то, какие-то неполадки, как обычно. Но я надеюсь, что в дальнейшем все-таки стабилизируется все это. Все-таки 21 век, мы говорим, прогресс не стоит на месте. Среди новшеств и повышенные требования к кадастровым инженерам. Теперь оценщик должен иметь спецобразование, опыт работы в этой сфере не менее двух лет, а также состоять в саморегулируемой организации. В перспективе это тоже должно повлиять на уровень защищенности прав собственников. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов, Константин Головин. События. Силовики продолжают разыскивать мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетних. Уголовное дело в отношении неустановленного лица было возбуждено еще в марте этого года. Удалось составить фоторобот злоумышленника. Возраст от 20 до 35 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост выше 170 сантиметров. Если вам что-либо известно о местенахождении подозреваемого, правоохранители просят сообщить по телефонам, номера которых вы видите на экране. А теперь коротко о других темах дня. Распределение свободных мест в детских садах начнется 4 августа. Администрация Самары рекомендует родителям проверить данные в документах, которые были сданы для постановки в единую очередь. Это можно сделать на портале образовательных услуг. В случае неточности следует обратиться в МФЦ и внести изменения. Информация о свободных местах в дошкольных учреждениях есть на сайте городского департамента образования. Самарская полиция разыскивает подозреваемого в разбое. Мужчина, угрожая оружием, совершил нападение на микрофинансовую организацию на улице Гагарина. Приметы нападавшего на вид 30-35 лет, рост 1,75 м, среднего телосложения, короткие волосы темного цвета. Был одет в светлую рубашку с полосками, темные джинсы и ботинки. В момент преступления на мужчине были солнцезащитные очки, в руках полиэтиленовый пакет с полосками и надписями. Движение трамваев по улице Ташкентская будет восстановлено 1 сентября. Сейчас на пересечении Ташкентской и Московского шоссе ведется замена коммуникаций. Также перекрыт участок от интермебели до улицы Алма-Атинская. Здесь начались работы по реконструкции проезжей части. Продолжает действовать специальная схема объезда для автомобилей и общественного транспорта. Аномальную жару в Самаре прогнозируют синоптики. До 6 августа в некоторых местах региона температура будет выше среднесуточной нормы на 7 градусов. Столбик термометра превысит 30 градусов. Возможны кратковременные грозы. Управление МЧС предупреждает, в жаркую погоду значительно возрастает риск пожаров лесных и бытовых. А также растет число ДТП. Водителей просят быть особенно внимательными. Кроме того, рекомендуется соблюдать некоторые правила людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилым. Фабрику кухню отреставрируют в декабрю 2017 года. В конце августа будет выбран подрядчик, который будет проводить восстановительные работы. На это в областном бюджете запланировано 780 миллионов рублей в этом и следующем году. Кроме того, 180 миллионов рублей направят из федеральной казны. В здании фабрики кухни усилят фундамент и стены, обновят кровлю, сделают дренаж и гидроизоляцию в подвале, обновят штукатурку и установят лифты. В России 155 тысяч гектаров засажены арбузами. Бахчевые культуры очень популярны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Во многих странах даже отмечается День арбуза. Проходит он 3 августа. Ведь для самой большой ягоды это как раз сезон. Как выбрать арбуз, чтобы он был красным и сладким? Марианна Мирная отправилась за самым спелым арбузом. Традиционно август считается временем бахчевых. Люди закупают арбузы и дыни десятками. 3 августа во многих странах мира отмечается даже День арбуза. Поэтому наша съемочная группа сегодня тоже отправилась на поиски самой спелой ягоды. Сейчас в Казахстан ясно только первый ясно идет. До этого в Казахстане будет. Какие лучшие? Конечно, наши. Астраханские. Потом будет в Камышинском. Он должен быть, знаете, звон такой имел. Он должен быть обязательно тяжелый, понимаете, чтобы не быть пустым. Вот в основном вот так вот. И чтобы прямо звук был от него такой, знаете. Арбуз должен быть большим и тяжелый. А вы помните самый большой арбуз на своей памяти? 27 килограмм в том году. Сами съели или продали? Продали. Чуть меньше себя взяли. С вам детишек покушали. Хотите, я сейчас открою, угощу вас. Будете? Уйдем. Давай. Помните, когда в детстве первый раз арбуз попробовали? Ой, это было так давно, вы знаете. Мы их просто не считали. Мы просто шли вот на поле и брали. Даже никто слова не говорил. Какой самый лучший, на ваш взгляд, арбуз? Я в этом ничего не понимаю. Мне самое главное, чтобы вкусно было. Вот я сейчас иду и думаю, хотелось бы купить арбуз. Но знаете, мне что не устраивает у них? Они слишком большие. Вот мне, например, в жизни не слезть. В Самаре сотни развалов с арбузами и дынями. И, конечно, наша миссия оказалась успешной. Хвостик сухой, звук хороший. Забираем эту ягоду на телекомпанию. Самарцам доступный отдых. База отдыха «Волжанка» муниципального предприятия «Самара. Водоканал» открывается после ремонта досрочно. Сегодня базу отдыха посетили представители предприятия и городской администрации. Проверили объем сделанных работ, пообщались с первыми отдыхающими. Вместе с ними там побывала и наша съемочная группа. Турбаза «Волжанка» полностью оправдывает свое название. Расположилась в одном из самых живописных мест в Самаре. Всего в 300 метрах от Волги. На обновленной турбазе муниципального предприятия «Самара. Водоканал» еще ведется ремонт. Но первых отдыхающих он не смущает. Дальше, что спокойно, какое-то такое умиротворение. Что вроде рядышком город суета, а тут такой тихий уголочек, спокойный, очень красивый вид. Четыре домика и общий корпус на 16 номеров. Турбаза уже готова принять 50 человек и в будущем эта цифра увеличится. Ремонт делали после пятилетнего простоя. Ну, за время, то, что здесь было, конечно, и то, что здесь стало, это земля и небо. Очищена вся полностью территория. Шикарный вид сделали. Теперь, то есть, практически со всей базы у нас смотровая площадка. В Волгу видно практически везде, со всех сторон. Сюда могут изъезжать сотрудники водоканала, жители нашего города, администрации. То есть, у нас дверь открыта для всех. Уже готовы комнаты для проживания, душевые, игровые, комнаты для приготовления и приема пищи. Скоро вернут к жизни и здание столовой с площадками для обзора Волги. Ремонт обошелся в полтора миллиона рублей на средства городского бюджета и муниципального предприятия. Отдых спокойный и недорогой, а потому доступный. Стоимость проживания ниже рыночной. Самарцам надо вернуть подведомственные турбазы. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов. Мы сделали только упор на эконом вариант, чтобы в первую очередь могли начать отдыхать обычные сотрудники, обычные сотрудники муниципальных предприятий и учреждений. Волжанка стала третьей открытой после перерыва турбазой. Предыдущие два года заработали базы отдыха от трамвайно-троллейбусного управления и метрополитена. Продолжается и ремонт турбазы «Зори Жигулей», которая откроет свои двери в следующем сезоне. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Сборная команда Самарской области отправилась на 31-е летние Олимпийские игры в Бразилию. 11 атлетов по 8 видам спорта. Последние новости о турнире и допинговых правилах Олимпиады расскажет спортивный обозреватель телеканала «Самара ГИС» Сергей Кизоркин. Сегодня он побывал на пресс-конференции областного Минспорта. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». И самая главная спортивная новость сегодня посвящена Бразильской Олимпиаде. На игры в Рио-де-Жанейро поедет 11 самарских атлетов. Этот дзюдоист, действующий олимпийский чемпион Тагер Хайбулаев, плавец Семен Макович, теннисистка Дарья Касаткина сыграет соло и в паре. За медали также поборется Андрей Юдин в прыжке на батуте, Наталья Перминова в бадминтон, Павел Сухов в фехтовании, Илья Штоколов в гребле на байдарках и каное. Ольга Акопиан, Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина сыграют за сборную России по гандболу. Все эти спортсмены прошли допинговые тесты, были допущены Международным олимпийским комитетом и Международными федерациями к Олимпиаде в Бразилии. Однако проверки на употребление запрещенных препаратов продолжаются уже в Рио-де-Жанейро. Анализировать кровь и мочу на содержании химии будут до стартов и после финиша. Особое внимание вода уделит тем атлетам, которые поднимутся на пьедестал почета. Пробирки тестированных олимпиоников будут храниться в лаборатории антидопинговой ассоциации максимум 10 лет. За это время в любой момент может пройти повторная проверка на запрещенные препараты. Если тест окажется положительным, то спортсмены лишат звания и награды. Культуру менять в одночасье невозможно. И это существует. Пока не будет жестких санкций и наказаний за это, оно так и будет продолжаться. И это, поймите, это, к сожалению, передается из поколения в поколение, тренерами передавалось. Но в данной ситуации я надеюсь, что введение уголовной ответственности за допинг, изменение всей контрактной системы с тренерами, я думаю, они изменят эту ситуацию. Список запрещенных препаратов обновляется ежегодно 1 января. При этом не позднее октября ВАДА публикует на своем сайте новый список на следующий год. То есть добросовестный спортсмен, который следит за обновлениями, как минимум за пару месяцев, знает о том, какие субстанции были выведены из списка, какие туда попали. Понятно, что если человек прыгает, например, 2,50, то 2,70 он никак не прыгнет. Это нереально. Надо как-то собраться, отбросить все эти мысли про то, что там решают, что там допинг, что там кого-то не допустят. Готовиться и найти эту высшую точку в нужный момент. Просто должны сделать то, на что способны, к чему их научили тренер. То есть, чтобы потом просто сам перед собой, когда вернется, не было ему самому стыдно, что он чего-то не доделал. А на десерт бразильский курьез Олимпиады. Турнир носит статус летних игр. Сейчас в Рио-де-Жанейро зима. Ведь это южное полушарие планеты. Видно, у организаторов пробел по географии школьной программы. И поэтому Олимпиаду можно по праву называть зимней по летним видам спорта. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы, занимайтесь физкультурой и болейте. Но только за российскую олимпийскую сборную в Бразилии. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин